И больше ста домов остаются потопленными в Кустанайском районе, только в селе Мичурино под водой целая улица. Жители отсюда эвакуировали заблаговременно. На месте находится наш корреспондент Динара Абдирова. Динара, еще раз приветствую. Снижается ли у вас уровень воды? Здравствуйте еще раз, Динара. Вы все верно отметили. Я сейчас нахожусь в селе Мичурино, это в Кустанайском районе. Населенный пункт находится недалеко от областного центра, буквально в полчасах езды. Я отмечу, что накануне из-за поднятия уровня реки Табол здесь Мичурино подтопило десятки домов. Это в основном в зоне подтопления оказались нижние улицы. Одна из них это улица Лесная. Жителям, конечно, провели уже информационно-разнесительные работы до прихода большой воды. А потом, позже уже эвакуировали их. Но они все равно приходят, смотрят, поднялся ли уровень воды. Проверяют, насколько воды много уже в самих домах. Постоянно приходят несколько раз в день. Это точно. Мы заметили несколько машин. Рядом со мной, кстати, стоит житель села Мичурино. Он вот буквально смотрел, в каком состоянии сейчас находится его дом. Жуслан, здравствуйте. Как часто вы сюда приезжаете и как давно вас уже эвакуировали? Эвакуировали с 6 на 7, 6 числа, по-моему. Пик пришел на 7. Вот как? Вот сейчас вроде спадает. Он сантиметр 20-30, наверное. Ну, как? В день 2-3 раза приезжаем по возможности, смотрим за домом. Ну, вода везде. Дом в воде уже, можно сказать. Ну, такая вот ситуация сложная получается. Теперь не знаем, когда назад, обратно жить будем. Не знаю, что, как будет. Непонятно, когда высушим, когда вода уйдет. Ну, так сейчас, конечно, по родственникам в городе. Спасибо вам большое, Жуслан. Я также вот хочу показать нашим зрителям о том, что здесь вот по улице расположены мешка Тары. По всему периметру они здесь вот находятся. Интересный момент, что возвращают, хотят уже вернуться домой не только сами жители, но и животные. Вот буквально здесь был рыжий кот, который так хотел попасть к себе домой, но мы вот его не успели поймать. Я отмечу, что пока в Кустанайской области остается напряженная ситуация. На контроле у местных властей находится Каратамарское, Жилькуарское водохранилище. Полным ходом идут работы по откачке воды и по укладке мешкатар. Сейчас эти работы продолжаются в семи районах Кустанайской области. Динара, есть вопросы? Нет вопросов, нет. Спасибо, Динара. Я напомню, Динара Абдерова продолжает работать в Кустанайской области и рассказывать нам о ситуации там. Продолжение следует...